Доброе утро! Меня зовут Сергей Бандур и сегодня мы с вами поговорим о том, как начать бегать с нуля. Бег это естественная физиологическая нагрузка, хороший способ борьбы с лишним весом, слабым сердцем и плохим самочувствием. То есть именно то, что нам нужно, чтобы привести в чувство организм после долгой зимы. Даже если вы никогда до этого не бегали, не беда. Есть кроссовки, спортивный костюм и нет серьезных проблем с суставами, считайте полдела сделано. Возьмите на заметку пару наших советов и смело на пробежку. Для начала сделайте пару продолжительных прогулок быстрым шагом, изучите предстоящий маршрут, потом переходим на бег трусцой. Наверняка встанет вопрос, когда бегать, утром или вечером. Желательно на пробежку выделить четкое время в вашем графике. Если вы решили бегать утром, важно уделить больше внимания разминке, чтобы организм успел проснуться перед более серьезными нагрузками. Если же время на пробежку есть только вечером, не беда. Главное в этом деле регулярность. Еще один вопрос, где бегать? Там, где комфортно и удобнее по логистике. Лес, улица, стадион, беговая дорожка в спортзале. У всех вариантов есть свои плюсы и минусы. Нужно все пробовать и подбирать под индивидуальные свои условия. По собственному опыту сказать могу, что бегать в парке или вдоль моря куда приятнее, чем топтаться на одном месте на беговой дорожке. Теперь самое главное, как бегать. Не плюхаться на пятку, вытягивая ногу вперед. Это травмоопасная техника и основная причина боли в коленях у бегунов. Босиком или в обуви с небольшой амортизацией пятки так не побегаешь, потому что больно. Сначала ставим широкую переднюю часть стопы, потом полностью всю стопу и лишь затем плавно касаемся пяткой. Бег должен быть тихим и легким. Никакого топания и плюхания. Плечи расслаблены и опущены, осанка ровная, пресс слегка напряжен. Кисти рук расслаблены в локте, прямой угол. При движении руки не пересекают центральную линию, середину грудной клетки. Чаще перебираем ногами, не прыгаем вверх-вниз. Смотрим вперед, а не под ноги. Одна из наиболее распространенных ошибок новичков, особенно мужского пола. Пытаться бежать быстрее, чем вы можете. Для начала должен быть фундамент, аэробная база, подготовленные мышцы, связки и суставы. Придерживайтесь комфортного темпа. Комфортный темп это тот, при котором говорить вы можете предложениями, а не отрывистыми фразами. Если задыхаетесь, а пульс слишком высокий, замедлитесь, отдышитесь. Если не помогает, переходите на шаг. Восстановитесь, затем опять продолжайте пробежку. На первом этапе для вас важнее увеличить время непрерывного бега в комфортном для вас темпе, то есть выносливость. Правило наращивания недельного километража бега. Увеличивать его не более чем на 10% от предыдущей недели. Такими темпами буквально за месяц вы выйдете на комфортный для вас по продолжительности и интенсивности уровень. Придерживайтесь его, выходите на пробежки раза три в неделю и отклик вашего тела долго ждать не заставит. Ведите здоровый образ жизни, занимайтесь бегом и тогда каждое ваше утро будет действительно добрым.